Сегодня в нашей программе вы увидите Подземные города Гитлера. Миф или реальность? У Бормана была огромная власть. Он контролировал процесс строительства и был ключевой фигурой вставки Гитлера в Баварских Альпах. Что эсэсовцы искали под землей? Роль оккультизма и ментитизма, особенно для фашистской идеологии, была очень велика. Откуда исходят странные звуки по ночам? Слышится звук, подобный идущему поезду. То есть такое впечатление, что где-то там за стеной, на расстоянии нескольких сот метров, под землей идет метро. Гитлер и его сделка с дьяволом. Тайные знания Черного Ордена. Смотрите в нашем уникальном документальном расследовании. Это морское чудовище выбросило волной к берегам Англии в 2016 году. Британские спецслужбы находку засекретили. Но зачем? Исследователи выдвинули шокирующую гипотезу. Загадочное существо – ныряльщик-диверсант времен Второй мировой войны. По словам специалистов, утонувшие аквалангисты в прорезиненных гидрокостюмах нередко мумифицируются в морских глубинах при низкой температуре и определенном составе воды. Известны случаи, когда их тела хорошо сохранились по истечению более 50 лет. К тому же, хвост обнаруженного чудовища подозрительно смахивает на небольшие, но высокопрочные ласты итальянских и хорватских морских дьяволов, воевавших на стороне Адольфа Гитлера. Существует свидетельство, что нацистские ныряльщики не только были отменными пловцами, но и располагали секретными картами подводных пещер. В освоении подземных полостей, по мнению исследователей, гитлеровской Германии не было равных. Гигантская паутина из бункеров и тоннелей соединялась с выстроенными подземными городами. Мы периодически натыкаемся на очень странные тоннели. Непонятно, кто их сделал, но это видно, что тоннели рукотворные, причем сделанные не киркой и какими-то примитивными инструментами, а достаточно серьезным горнопроходческим оборудованием. Изучение параллельных миров, поиск святого Грааля, шамбалы, исчезновение нацистских сокровищ и создание супероружия – все это связано с тайными подземельями. Ходят даже невероятные слухи о сделке Гитлера с самим дьяволом. Что здесь правда, что вымысел? И почему по прошествии многих десятилетий загадки уже не существующего Третьего Рейха вызывают столь повышенный интерес? На этих кадрах с видом на мирные Альпы Адольф Гитлер в окружении единомышленников вынашивает преступные планы. Оберзальцберг – тихое курортное местечко в Баварии, 730 километров от Берлина. Дом на вершине горы – Кельштайн. Он был подарен Гитлеру друзьями по партии в год его 50-летия. До сих пор находится на высоте 1834 метра и когда-то считался символом господства и власти. Несколько ниже была расположена вилла Бергхоф. Ее Гитлер купит на гонорар от своей книги. Оба дома считались его летней баварской резиденцией. Она имела ключевое значение в дипломатических отношениях. Вот уникальные кадры 30-х годов. С официальным визитом к Гитлеру съезжаются послы и лидеры разных стран. Путь на вершину к подаренному домику по-немецки, звучащему как «Кельштайнхаус», начинался с горной дороги длиной в 6,5 километров. Она проходит сквозь 5 тоннелей и выводит на возвышенную равнину. Там в горной породе пробита 120-метровая вертикальная шахта и установлен скоростной лифт. Адольф Гитлер, Ева Браун и их гости поднимались на нем всего за 40 секунд и оказывались прямо в центре дома. Гитлер однажды скажет, «Моя летняя резиденция – источник моего вдохновения, ведь отсюда я вижу Унтерсберг». По преданиям, в горном массиве Унтерсберг, что, напротив, обитает душа Фридриха Барбароссы, короля Германии 12 века, в легендах сказано, что священный дух временами просыпается, чтобы покорять и властвовать. Гитлер верил в мистику и провидение. Это эксклюзивное интервью из Франции со следователем нацистской Германии Франсуа Делпла. У Гитлера было странное понятие о вере, довольно расплывчатое, которое можно назвать одним словом «провидение». Он считал, что «провидение» руководит им, передавая ему дар немецких богов. План вторжения в Россию Гитлер придумает здесь, в своей летней резиденции, так утверждают историки. Не случайно операцию он назовет в честь Барбароссы с кодовой приставкой «Директива номер 21». Мало кто знает, что кроме деталей Блицкрига в плане Барбаросса был прописан секретный пункт о затоплении Москвы после того, как танковые группировки окружат и заблокируют столицу. Но как это возможно? Ведь с технической точки зрения спустить воду канала Москва-Волга на город трудновыполнимая задача. Или нацисты владели какими-то тайными знаниями? Уже давно существует версия, что под Москвой на глубине примерно в километр расположено соленое море Дивонского периода, а в подземных полостях протекают тысячи крупных и мелких рек. К тому же под городом множество карстовых пустот и искусственные сооружения. Метрополитен, дождевая канализация. Неужели проникновение диверсионных групп, взрывы в местах провалов и разломов могли вызвать большой потоп, уничтожив город и его жителей? По словам исследователей, ученые Анненербы тщательно изучали тайны подземелий на всех континентах, пытаясь проникнуть в их глубины через горные пещеры. Если посмотреть именно на исследования Анненербы во время Второй мировой войны, именно на территории Советского Союза, именно на оккупированных территориях Советского Союза, прослеживается крайне такая интересная аналогия. Больше всего спецотряды Анненербы и конкретно Эдельвейс, Черный Эдельвейс, как их называли, занимались исследованием почему-то именно в горных районах. По мнению ряда специалистов, в поиск нацистами горных пещер, ведущих в подземные миры, не случайен. Ученые Анненербы были приверженцами теории полой земли, поэтому они тщательно анализировали предания и легенды разных народов. К примеру, в германских сагах верховный бог Вотан восседает на престоле в виде горы. С высоты своего трона он осматривает астральные миры, а слетающиеся вороны приносят ему новости. С помощью заклинаний Вотан вызывает мертвецов из могил и узнает тайны загробного мира, где лежит клад или прячется в рак. Как гласят легенды, высшие знания Вотан получил, выпив воды из подземного источника мудрости, охраняемого великаном Мимиром. Исследователи утверждают, нацисты искренне верили, что бог Вотан откроет им путь к рунической магии, с помощью которой можно видеть будущее, вызывать духов, накладывать колдовские чары. А самое главное, нацисты мечтали разыскать в подземном царстве чашу Грааля, благодаря которой Третий Рейх обретет вечную власть над миром. Замки СС являлись ценой для проведения вполне определенных ритуалов, к примеру, бракосочетаний, крещений, а также церемоний, которые помогали членам организации осознать себя причастными к сверхъестественным силам. Обряд посвящения в ряды СС, по словам нашего эксперта, включал так называемое страшное испытание. Новичкам давали галлюциногенный препарат и оставляли в одиночестве в специальном подземном помещении. Находясь там несколько дней без света, еды и воды, многие сходили с ума или не выживали вовсе. Но тот, кто выдерживал страшное испытание, обретал, как считалось, магические способности и доступ к высшим знаниям. В дневниках Гиммлера осталась запись, что колдовские обряды являются частью программы по мистическому преобразованию наций, а выдержавшие страшное испытание лишь подтверждают теорию расового превосходства ариев. Гиммлер не сжег свои дневники. Многие руководители из структуры СС уничтожили свои архивы при крушении Рейха весной 1945-го. Но Гиммлер свое хранил до последнего и в конце концов так и не уничтожил. И мы имеем доступ к записям. Можно ли утверждать, что вера в мистику, магию и подземных духов, исходя из записей Гиммлера, помогала укреплять мощь Третьего Рейха? Роль оккультизма и мистицизма, особенно для немцев, то есть для фашистской идеологии, была очень велика именно в плане того, чтобы поднять боевой дух своих солдат, получить некие мистические знания о вооружении предыдущих цивилизаций, об их технологиях, а также знать своего противника именно то, на что идеология противника способна. По мнению специалистов, можно не верить в магию и мистику, которые пропагандировали идеологи гитлеровской Германии. Но фактом остается то, что в области геологических исследований подземного строительства нацистам не было равных. Это эксклюзивное интервью из Англии. Член Королевского исторического общества сэр Ричард Эванс опубликовал несколько книг об истории Третьего Рейха. Ряд глав он посвятил невероятным масштабам строительства подземных коммуникаций. Германия вложила невероятное количество денег не только в перевооружение и промышленное производство, но и в строительство подземных городов. Нацисты планомерно готовились к войне. Для начала взгляните на эти кадры. Летняя резиденция Гитлера надежно защищалась подразделениями СС снаружи. Здесь возведены бетонные дзоты, а силами Люфтваффе на горе был развернут отдельный батальон зенитной артиллерии. Работала дым машин. И вообще, маскировка местности, оберегающая от ударов с воздуха, продумана до мелочей. Однако, несмотря на все это, Гитлер поручит Мартину Борману создать внутри горы целый город. У Бормана была огромная власть. Он контролировал процесс строительства и был ключевой фигурой вставки Гитлера в Баварских Альпах. Наш эксперт утверждает, что Мартин Борман был не только главным казначеем нацистской партии, но и куратором здешнего строительства. Если вы ищете ответы на вопросы, можно ли верить Нострадаму Суеванге, правда ли, что в астрологических прогнозах есть разумное зерно, и что нам обещают в будущем политические эксперты с очень хорошо развитой интуицией, эта книга для вас. Тайны пророчеств и предсказаний. В ней ответ на вопрос, чему действительно можно доверять, а что является результатом околонаучного гадания по кофейной гуще. Книга написана на основе большого количества первоисточников. Все, что вы хотите узнать об этой книге, можно найти на сайте прокопенко.тв Как появился подземный город? Возможно, у них были какие-то сведения с Низтибета. Все мы знаем, что у Гитлера был такой товарищ, так называемый зеленый лама. Откуда исходят странные звуки по ночам? Слышится звук, подобный идущему поюту. То есть такое впечатление, что где-то там за стеной на расстоянии нескольких сот метров под землей идет метро. Известно, что дачи Бормана, Геринга, а также рейхсминистра Шпеера находились неподалеку от летней резиденции Гитлера. Дома элиты имели собственные бомбоубежища, но кроме того были связаны друг с другом подземными ходами. В горе было построено 17 автономных помещений для Гитлера. Вдобавок Борман приказал пробить три тоннеля от виллы Бергхоф. Исследователи утверждают, что первый тоннель начинался у лестницы, расположенной за домом, и вел к фундаменту нижних казарм охраны СС. Второй тоннель протянулся к западу. В нем находились отсек связи, архив, кухня, электросчетовая и помещение для кондиционирования воздуха. Третья вертикальная штольня уходила глубоко вниз. Она огромная и самая загадочная. По ней можно было поднимать и опускать грузовики и даже танки. Однако в конце войны почти все подступы к штольне нацисты взорвут или забетонируют. Есть версия, что она соединялась с подземной железной дорогой и, возможно, с подземным озером, куда могли заходить подводные лодки. Но как немецкие инженеры могли достичь подобных технологий? Возможно, у них были какие-то сведения с Нистибета. Все мы знаем, что у Гитлера был такой товарищ, так называемый Зеленый Лама, который предсказывал ему многие события в ходе Второй мировой войны. И про него говорили, что это человек, который имеет ключи от Агарты. То есть человек, как бы имеющий допуск туда, в подземелье. 28 апреля 1945 года англичане сбросили на Обер-Зальцберг колоссальное количество бомб. Почти все здания превратились в руины. Разрушен Бергхоф. Случайно уцелел Кельштайнхаус. Зато система подземных ходов не пострадала. Уничтожить тоннели оказалось невозможно. По словам специалистов, они возводились из нескольких материалов. Сначала впритык к скальной породе укладывались бетонные плиты. Затем шла кладка из кирпича для отвода грунтовых вод. Затем делался изоляционный слой. И, наконец, возводилась вторая стена из двойной кладки кирпича с гипсовым покрытием. Вместе с тоннелями не пострадала и сложная система вентиляции. Свежий воздух в подземелье закачивался насосами со скоростью 3000 кубометров в час. Он фильтровался, обезвоживался и подавался в коридоры под малым давлением, что позволяло без сквозняков выводить застоявшийся воздух наружу. Специальные клапаны оригинальной конструкции не пропускали в бункер дым или ядовитые газы, тонко реагируя на переизбыток взвешенных частиц в воздухе. Если бы союзники по антигитлеровской коалиции попытались провести в этих горах химическую атаку, клапаны переключили бы воздухозаборник в автономный режим. Подземный комплекс мог существовать в закрытом режиме несколько часов. Исследователи утверждают, что подземные лабиринты протянулись под Германией, Польшей, Украиной. На картах вермахта они обозначены как лагерь дождевого червя. Тоннели представляют собой рукотворные бетонные сооружения с отличной гидроизоляцией и вентиляцией. Но для чего? Только ли для укрытия или для разработок смертельного оружия? А может, нацисты с их помощью искали артефакты древнейших цивилизаций? Предыдущие цивилизации очень серьезно культивировали природу. И это очень заметно. Видно это также и по руслам рек. Видно это и по круглым озерам, которые имеют причудливо круглую форму. Видно это и по горам, которые имеют вид телеконов ступенчатый. Инженерная разведка показала, что в одном из озер Польши находится целый остров, поросший елями и ивами, медленно дрейфующий, как корабль на плавучем якоре. Под островом есть штольня, соединенная с разветвленной сетью подземных ходов. Площадь острова небольшая, несколько десятков квадратных метров. По-видимому, остров Дзот был создан нацистами как перевалочная база и вместе с оборонительными функциями играл роль воздухозаборника для глубоких тоннелей. Более того, вблизи обнаружена скрытая электростанция, изолированный выход подземного силового кабеля для тока напряжением в 380 вольт. А рядом бетонный колодец и турбины, которые вращала вода, падающая в колодец. С восточной стороны озера возвышаются холмы, напоминающие египетские пирамиды. предположительно, в них проводились невероятные эксперименты, но документальных свидетельств этому нет. По одной из гипотез, в глубокой древности подобные холмы и сопки люди считали местами силы, рыли в них штольни и создавали гигантской длины подземные проходы. Все практически горные страны имели в случае каких-то набегов варваров или в случае каких-то воинственных конфликтов возможность уйти вот в эти города. И память об этих городах сохранялась с поколения в поколение, передавалась старейшинам. В случае возникновения этих ЧС старейшины выводили свои семьи, свои народы в эти Каппадокии, в эти Крымские города и так далее. По словам специалистов, в Третьем Рейхе подземные ходы строили основательно. Они уходили вглубь континента и часто были соединены с древними тоннелями. Эти загадочные тысячелетние сооружения часто находят поисковики. Судя вот по тем сооружениям, которые сейчас мы находим, то есть ну на территории России это именно подземные какие-то вот эти сооружения, проходы, некие там шахты, которые были освоены непонятно кем и когда, и в общем-то сделаны достаточно на высоком технологическом уровне, то есть пробивать штольню в каменной породе это достаточно затруднительный процесс, а эти проходы иногда длятся по несколько километров. Известно, что в гитлеровской Германии был разработан проект под кодовым названием Одесса. По одной из версий его авторы предлагали обустроить подземные полости земли для незаметного проникновения на территорию Советского Союза диверсионных групп. Нацисты считали, что из Германии под землей можно беспрепятственно добраться в Одессу, Николаев или Крым, проникнуть в бухты Севастополя или Балаклавы. Нацисты планировали на всем протяжении построить подземную железную дорогу, используя в том числе древние тоннели. Случайность? Совпадение? Но в южных районах нашей страны работники горнодобывающей промышленности нередко слышат вылетающие откуда-то из-под земли звуки, напоминающие движения железнодорожного состава. В определенной части штрекового комплекса слышится звук, подобный идущему поезду. То есть такое впечатление, что где-то там за стеной на расстоянии нескольких сот метров под землей идет метро. То есть это классическое ту-тум-ту-тум, ту-тум-ту-тум, эффект продолжается в течение минуты и потом пропадает. Мы, говорит, уже спрашивали у наших военных инженеров, есть ли что-то тут, может быть там что-то, какие-то подземные реки, ничего, естественно, на глубинах полутора километров современных военных объектов априори быть не может. Загадочные звуки, таинственные строения, отверстия в скальных породах, словно аккуратно выжженные плазмой. Все это, по словам исследователей, свидетельствует о том, что странные тоннели опоясывают весь земной шар. Они проходят не только под материками, но и под Майами и океанами. На этих кадрах популярная музыкальная группа 70-х годов шведская Абба. Впрочем, одна из певиц, яркая брюнетка Фрида Люнгстадт, совсем не шведского, а немецко-норвежского происхождения. Говорят, что именно она внесла основную лепту в создание композиции «Мама Мия», которая 10 недель лидировала в мировых хит-панках. в парадах 1975 года, потеснив с первой строчки богемную рапсодию британской рок-группы «Куин». Веселый и беззаботный на первый взгляд сингл «Мама Мия» на самом деле имеет грустный подтекст. По словам исследователей, отец Фриды Люнгстадт был офицером СС. В конце войны, опасаясь преследования, он поменяет документы, станет якобы бывшим полевым сержантом. Но дело не в этом. Известно, что он имел семью в Германии, а в Норвегию прибыл по линии Анна-Нерве, а также участвовал в проекте организации «Лебенсборн», чьей целью было создание чистой расы с помощью зачатия детей с истинно арийской кровью. Почва и кровь определяют происхождение человека, так считали нацисты. На основании этой идеологии в середине 30-х годов по приказу Гиммлера будет создан «Лебенсборн» организация СС для подготовки расово-чистых матерей и воспитания арийских младенцев. Гиммлер всячески поощрял рождение детей от разных мужчин, лишь бы они были чистокровными арийцами. Отбиралось расово-чистое потомство в Норвегии, в Швеции девушки, имеется в виду, и они вступали в половые акты с членами СС. То же самое было в Германии, что любопытно, наиболее желательным было совокупление на кладбище, на могилах расово-чистых германских предков. Считалось, что это можно через мать-сыру землю впитать в будущее потомство хороших генофондов прошлых немецких поколений. В рамках нацистской программы Лебенсборн на свет появилась будущая солистка Аббе Фрида Люнгстадт. В 1948 году, когда семья уже переедет в Стокгольм, мать Фриды скоропостижно скончается из-за почечной недостаточности. А в середине 70-х годов Фрида узнает, что ее отец, пенсионер-кондитер Альфред Хазе, проживает в Германии. Однако для исследователей во всей этой истории важен другой момент. Альфред Хазе в 1941 году накануне своего отбытия в Норвегию консультировал диверсионную группу Ананербе на Рязанском направлении. Он был специалистом в области геодезии, увлекался археологией, а также значился в списке участников экспедиции Ананербе 1938 года на Ближний Восток. В конце ноября 1941 года немецкие войска начали пробиваться к Рязани в обход Тулы. Гитлер лично отдает приказ перебросить специальную поисковую группу никуда-нибудь, а именно в район Старой Рязани, столицы древнего Великого Рязанского княжества. Гитлер распорядился выдвинуть команду археологов, которые, в общем-то, входили в состав Ананербе и были специально подготовленными людьми, военными людьми именно в район Старой Рязани. А командующему армии Центр на то время Федор фон Бок было на распоряжение оказывать всяческое содействие этой группе. Немецкая экспедиция 1938 года на Ближний Восток, которую возглавит историк, филолог и руководящий сотрудник Ананербе Франц Альтхайм, столкнется с одним загадочным древнеегипетским писанием. В нем говорится, что непобедимый богатырь Орий явился на Землю со стороны созвездия Ориона, чтобы подарить свой меч-кладенец народу, населяющему Мещеру. Известно, что Мещера это историческая область России в междуречии Оки, Клязьмы и Москвы. По легенде, меч-кладенец представляет собой клинок в виде молнии. Он выкован из метеоритного железа, имеет длину полтора метра, весит более десяти килограммов. Бравший меч в руку становился царствующим на Земле. А еще в разных сказаниях говорится, что клинок упрятан от дурного глаза и захоронен среди болот холмов, оберегая Мещеру от злых колдунов и делая ее население стойким и непобедимым. Связана ли каким-то образом эта легенда с ввением Гитлера захватить Рязань? В дневниках Гиммлера есть подтверждение. Фюрера действительно интересовали территории, омываемые окохи. Сохранились также свидетельства местных жителей, что немецкие диверсанты что-то искали в Окских курганах от Рязани в сторону Мурома. Но операция нацистов была сорвана 40-градусными морозами. Копать ледяные сугробы было невозможно. Для немцев вот эта территория была чем-то очень важна, именно в поиске неких артефактов и того, что там хранится на этой территории. Возможно, это был какой-то проход в иной мир. Мы можем только гадать сейчас об этом. Но то, что такой факт существовал, доказывает стенограммы телефонных разговоров фон Бока с самим фюрером. Исследователи утверждают, что помимо Рязанской области Гитлера интересовали подземелья Кавказа, Крыма, Урала, Кольского полуострова. Но с чем был связан такой интерес? С поиском процивилизации Ариев, Гипербореи, Чаши Грааля или с чем-то другим? Неужели подземная цивилизация существует? Возможно, немцы пытались даже не только найти Чашу Гра или некоторые знания, но, возможно, пытались вступить в контакт с теми существами, о которых очень много легенд. Зачем нацистам понадобилась Антарктида? По моему мнению, они решали две задачи. Первая – создать универсальный летательный аппарат. Послушайте этот нечеловеческий крик. Как будто сотню людей поджаривают на сковороде. Исследователи утверждают, что этот звук советские ученые впервые услышали в 80-х годах. Он раздавался из сверхглубокой кольской скважины. Неужели это голос из ада, описанного в священном писании? Помимо этого, здесь, на Кольском полуострове, происходят другие загадочные явления. На этих кадрах подведомственная территория города Апатиты Мурманской области. Месторождение фосфатных минералов. Здесь их добывают как открытым способом, так и под землей. И вот, что рассказывают горняки. И вот, горняки нам рассказывали, показывали очень странные вещи. Они говорят, знаете, мы когда делаем проходку, особенно на нижних штреках, от километра и ниже, мы периодически натыкаемся на очень странные тоннели. Непонятно, кто их сделал, но это видно, что тоннели рукотворные, причем сделанные не киркой и какими-то примитивными инструментами, а достаточно серьезным горнопроходческим оборудованием. По словам исследователей, горняки рассказывали, что в одну из подземных полостей провалился проходческий комбайн. Чтобы понимать масштабы такого агрегата, взгляните на эти кадры. Комбайны, конечно, бывают разных размеров и классифицируются по назначению и применению. Но дело в том, что эта сложная горная машина, обеспечивающая одновременно несколько основных и вспомогательных операций, по определению не может быть маленьких размеров. Техника дорогая, нужно ее каким-то образом доставать, нужно делать спасательные работы, чтобы достать эту технику. И когда мы попытались оценить размеры этой пещеры, этой полости, во-первых, как они сказали, она была бездонной, то есть света наших горных фонарей даже не хватило, чтобы достать до дна. Исследователи утверждают, что в 1942 году по приказу Гитлера была сформирована секретная научная экспедиция, которую спонсировал и курировал лично Герман Геринг. Свои поиски ученые начали с острова Рюген, расположенного в Балтийском море. Известно, что среди членов экспедиции были лучшие специалисты по радиолокации. Они располагали экспериментальными инфракрасными установками. Есть версия, что перед ними стояла задача найти вход в мир подземной цивилизации. Но каков результат? Неизвестно. Вся техническая документация уничтожена. Возможно, немцы пытались даже не только найти чашу гра или некоторые знания, но, возможно, пытались вступить в контакт с теми существами, о которых очень много легенд, о которых очень много сказов, рассказов и даже люди встречаются, с теми хранителями знаний, которые живут вот в этих до сих пор подземных комплексах. Получилось или нет, сложно сказать. В 1943 году никому неизвестный американский сварщик Ричард Шейвер опубликует в журнале под названием «Удивительные истории» рассказ о своих контактах с подземными жителями. Он утверждал, что ему удалось прожить под землей несколько недель, а дальше шел перечень того оружия, которое он наблюдал у подземных существ троглодитов. Самое поразительное — это лучи смерти. Позже станет ясно, что речь шла о лазерном оружии. Под так называемыми лучами мысли скорее всего имелось в виду, что существа обладали способностью к телепатии. И, наконец, лучи иллюзий могли ввести кого угодно в заблуждение. Троглодиты умели создавать объемные изображения, голограммы. Ричард Шейвер описал две древние расы. Первую он назвал Деро — «Ущербные роботы». Они якобы агрессивны и истязали его своими лучами. Вторую расу он назвал Теро — интегральные энергетические роботы. Мол, они спасли ему жизнь и показали мир подземных пещат. Но самое удивительное, что Шейвер описал бесшумные летающие корабли в виде дисков, на которых с невероятной скоростью перемещались троглодиты, в том числе и под землей. Американская публика смеялась над статьей и поносила журнал так, что даже редактор, опубликовавший историю Шейвера, в итоге уволился. Исследователи утверждают, что травля была устроена американскими спецслужбами, чтобы скрыть реальную информацию об НЛО. Им это не удалось. Менее чем через пять лет в 47-м году бизнесмен и летчик Кеннет Арнольд впервые сообщил общественности о наблюдении 9 НЛО в штате Вашингтон. И в этом же году только двумя месяцами ранее с подобными НЛО столкнется американская экспедиция Ричарда Берда, после чего быстро покинет Антарктиду. В конце 30-х годов нацистская Германия официально предъявит территориальные претензии на Антарктиду. Формально от них Германия не отказалась до сих пор. 17 декабря 1938 года корабль Швабия отправился в Антарктиду из Гамбурга с двумя летающими лодками. В январе 39-го самолеты начали подробное фотографирование территорий. Через каждые 30 километров они сбрасывали нацистские вымпелы, помечая территорию. В апреле Швабия вернулась в Гамбург. Аэрофотосъемка была передана специалистом. Они создали вот эту карту Антарктиды с множеством подводных каналов. На ней указаны и подземные тоннели. Они сходятся в одной точке, которая идентифицируется как вход во внутренние полости Земли. Не менее любопытно и то, что составленная в конце 30-х годов карта первая из панорамных. Ее автор всемирно известный австрийский картограф и художник Генрих Берон. Он считается отцом современных панорамных карт. Однако западные историки почему-то замалчивают тот факт, что Генрих Берон вместе с отцом Фриде Люкстад в 42-м году проходил службу в Норвегии и Северной Финляндии. По словам исследователей, Генрих Берон работал в особом отделе СС, где создавал секретные карты, на которых в том числе указывалось местоположение строящихся бункеров для обслуживания нацистских подводных лодок. И не только. По данным специалистов, в Арктических водах и Северной Атлантике действовали три немецкие подводные флотилии. Одиннадцатая с базой в Бергене, тринадцатая с базой в Тронхайме и четырнадцатая с базой в Нарвике. Это западные берега Норвегии. В то же время в Северной Норвегии в провинции Финнмарк также были созданы базы для снабжения и стоянки субмарин. Основная находилась в Хаммерфесте, где еще была площадка для гидросамолетов. Две другие базы находились в Киркенесе или на Хамаре. Также для временной стоянки подлодок использовались фьорды, узкие извилистые заливы со скалистыми берегами. Однако зачем нацистам понадобились базы с грандиозными подземными сооружениями? Ведь известно, что дальних переходов фашистские подлодки в водах Арктики не совершали. Это ведь не бескрайний Атлантический океан, а цепь морей, разделенных островами. Там расстояние от Киркенеса до Ямала самым длинным путем вокруг Новой Земли всего трое суток на оленях. Значит, нацистов интересовало что-то другое. По моему мнению, они решали две задачи. Первая создать универсальный летательный аппарат. И вторая отыскать кратчайший подземный путь, соединяющий север с Антарктидой. Это эксклюзивное интервью из США. Джозеф Фаррелл, известный исследователь истории Третьего Рейха. По его словам, засекреченная деятельность в Заполярье таких известных нацистских конструкторов, как Вальтер Герлах и Курт Дебус говорит о многом. Известно, что Герлах занимался разработкой антигравитационных двигателей, а Дебус исследовал плазму, и ее возможность применения с целью перемещения летательных аппаратов нового поколения. После войны Курт Дебус под руководством другого эсэсовца Вернера фон Брауна станет главным администратором американского проекта «Аполлон». Если вы хотите знать, что такое русский человек за границей, который готов простить дурака, она может и в морду дать, если наглецы распоясались, какие факты русской истории так безжалостно переврали немецкие авторы наших учебников Миллер и Шлёцер? Почему Севрюжина и Ботвинья и перепелиные шейки в брусничном соусе во времена Древней Руси были невысокими деликатесами, а просто едой? Эта книга для вас! Русские булки незаменимый на наш взгляд путеводитель по самым интересным местам России, самым загадочным страницам русской истории и самым вкусным рецептом русской кухни. Итак, читайте «Русские булки» здесь. Смотрите телемарафон «Русские булки» на канале РЕН-ТВ. Участвуйте в телевизионной викторине «Русские булки». Тот, кто победит, поедет вместе с нашей съемочной группой в экспедицию по самым загадочным местам нашей Родины. Какие тайные знания засекретили американцы? Курт Дебус со своей группой вел секретные разработки в Нью-Мексико в тот самый момент, когда произошел розульский инцидент. И была ли на самом деле сделка Гитлера с дьяволом? С именем Курта Дебуса, по словам нашего эксперта, связан еще один загадочный случай. Курт Дебус со своей группой вел секретные разработки в Нью-Мексико в тот самый момент, когда произошел розульский инцидент. Он был самым оберегаемым американскими спецслужбами специалистом по космосу. Но это будет потом. А в годы войны Курт Дебус проводил секретные исследования за полярным кругом. Но что это за испытания? Каков был их результат? И связаны ли эти исследования с тем, что на побережье Карского и Баренцева морей в окрестностях Тикси и Таймыра в вечной мерзлоте до сих пор находят железные бочки с белым орлом, сжимающим в когтях венок со свастикой, маркировкой нацистского вермахта? Откуда взялись здесь эти бочки? Не могли же их принести морские волны? Связаны ли работы Курта Дебуса с тем, что в конце 41-го года британские солдаты, находясь на борту польского транспортного корабля в Индийском океане, наблюдали в небе ярко сияющий диск? Похожий НЛО, по словам исследователей, пролетит в феврале 42-го над тяжелым крейсером Хьюстон вблизи Соломоновых островов. А в 1943-м году дискообразные объекты наблюдали в небе во время Курского сражения. Генералы, которые участвовали в Курской битве, двое героев Советского Союза, один летчик, другой танкист, они рассказывали, что что-то такое видели, и какой-то диск висел во время Курского сражения. Что такое, они, конечно, никто не знали. В 1946-м году началась секретная американская антарктическая операция «Высокий прыжок». Название символизировало заключительный удар по недобитым нацистам во льдах Антарктиды. 1 февраля 1947-го года вся эта армада под руководством Ричарда Бёрда подошла к берегам земли королевы Мотт. По срокам экспедицию планировали провести за 8 месяцев. Однако произошло что-то чрезвычайное, и американцы в спешном порядке вернулись домой. В западной прессе сообщалось, что американцы подверглись нападению с воздуха. Был уничтожен один боевой корабль, 13 самолетов, погибли более 40 человек. Никакого официального подтверждения или опровержения этой публикации нет. Однако, по словам исследователей, несколько военнослужащих рассказали журналистам, что их атаковали выныривающие из-под воды летающие диски. Нападение сопровождалось странными атмосферными явлениями, после которых многие участники экспедиции стали страдать психическими расстройствами. Американский адмирал Ричард Бёрд уже после войны столкнулся с чем-то сверхъестественным. Я думаю, что это сверхъестественное дело рук нацистов, которые базировались в Антарктиде. Неужели нацисты создали оружие возмездия? Но почему Гитлер не воспользовался им? Только ли потому, что не успел? Но тогда как объяснить другое? Известно, что на вооружении Германии к середине войны стояли крылатые ракеты Фау-1. Испытывались первые в мире баллистические ракеты Фау-2. А к 1944 году заканчивались работы по строительству Фау-7, модификации сверхтяжелой летающей тарелки в рамках программы оружия возмездия. По утверждениям исследователей, к концу войны они были готовы к военным действиям, но почему-то не применялись. Имеющиеся экземпляры были переправлены в неизвестном направлении. И вот здесь возникает версия, что настоящими хозяевами, спонсирующими разработки НЛО были американцы и англичане. Деньги Гитлеру ведь шли от них. Возможно, никому не хотелось терять свое добро в заведомо проигранной войне. Именно англосаксы завербуют немецких конструкторов, когда станет понятно, что Германия проиграет. Этой версии есть косвенное подтверждение. В 1995 году западные ученые сообщили о найденном таинственном письме. По их утверждению, это был договор между Адольфом Гитлером и самим дьяволом. Якобы он подписан 30 апреля 1932 года о подписи поставленной кровью. Действительно, по мнению западных ученых, судьба неудачника Гитлера кардинально изменилась после 1932 года. Уже через год он придет к власти. Взамен фюрер якобы отдал душу дьяволу на 13 лет и, собственно, поэтому ушел из жизни, следуя договору 30 апреля 1945 года. Красивая история. Но кто ее придумал и зачем? А дальше больше. После обнародования этого письма стали постепенно поднимать голову нацисты. Началось оправдание деяний Гитлера на высоком политическом уровне. Это профессор Зубов. Еще недавно он обучал будущих российских дипломатов и никогда не скрывал, что еще с юности жалел, что Гитлеру не удалось поработить нашу страну. Досадно, что Сталин не проиграл войну Гитлеру, потому что все равно бы в конце концов союзники бы нас освободили, но тогда англичане и американцы бы нас установили демократию. Но мы же знаем, что это не так. Сегодня уже хорошо известно, что определенный круг элиты англосаксов спонсировал Гитлер. Американцы одной рукой поставляли Третьему рейху нефть, а другой рукой Советскому Союзу за золото поставляли тушенку и ботинки. Англичане считали, что всего две недели отделяет нашу страну от полного разгрома. Так писала их пресса. Американцы давали нам чуть больше. Месяц. Задача, по словам историков, у англосаксов была одна. Как и в Первую мировую, стравить Германию и Россию, обескровить, поделить территорию и ресурсы нашей страны. Поэтому, если Гитлер и подписал договор с дьяволом, то в его лице выступали именно англосаксы. Эта версия подтверждается сегодня. Западные державы, позиционирующие себя как демократические, без стеснения демонизируют и пытаются уничтожить тех, кто не желает жить по их правилам. Дело, которое когда-то под контролем англосаксов начал Гитлер, продолжается. А загадочные подземелья, возможно, до сих пор хранят секретные разработки для новой войны. А на сегодня наша шокирующая гипотеза закончена. Если что-то в нашем рассказе вам показалось чересчур радикальным, не обижайтесь. У нас нет задачи вас ввести в заблуждение. Мы лишь хотели показать вам все великое многообразие подходов к истинам, которые пока считаются незабимыми. До встречи в программе «Самые шокирующие гипотезы». Каждый день с понедельника по пятницу как всегда в 18.00.